Всех приветствую! Ресторан Сибирь-Сибирь принимает участие в марафоне здоровья и сегодня мы приготовим традиционную русскую кулебяку. Что такое кулебяка? Это закрытый пирог. Наша кулебяка будет готовиться из сазана. Нам потребуется сегодня сазан, яйцо куриное, фарш сазана, лук зеленый, петрушка, болтушка из яйца куриного, мука, лук жареный на сливочном масле, конечно блины и самый главный ингредиент, один из главных ингредиентов это бездрожжевое тесто. Я вам советую готовить тесто более жидкое, чтобы его не катать не скалкой, ничего, а именно готовить руками. Для начинки нам потребуется фарш, соль, лук нарубленный мелким кубиком. Рубленная зелень, рубленая петрушка, яйцо тоже мелким кубиком. Яйцо добавляем кто как любит, но зелень в кулебяке должна быть всегда и в соотношении один к одному с мясом. Теперь самый главный момент, сазан карп, очень любит перец, я люблю много перца, он не чувствуется, но он дает обалденный аромат, привкус и усиливает вкус. Все дело перемешиваем, добавляем болтушку из куриного яйца, буквально три столовые ложки, может быть четыре до пяти. Берем блин и делаем трубочки. Кладем фарш, грамм по сто. Чем тоньше трубочка, тем будет вкуснее. Берем наше тесто, катаем шайбу, просто равномерно разравниваем. Вот мы с вами разняли, теперь мы с вами отрезаем. Смазываем болтушкой и делаем защипы. Стягиваем тесто в одну точку. Теперь кладем на пергамент. Смазываем яйцом. Ставим на 15 минут, 190 градусов. Испокон веков на Руси блюда из пшеничной муки считались праздничными. В обычной повседневной жизни ремесленники и крестьяне готовили из более доступной и менее дорогой полбиной муки. Так, такое знаменитое блюдо русской кухни, как кулебяка, считалось праздничным и подавалось только на главные праздники. Начинку выбирали, исходя из географического местонахождения и сезона. Так, жители степей предпочитали более сытные мясные начинки, а жители прибрежных районов предпочитали рыбу, морскую или речную. В современном мире при большом разнообразии доступности продуктов предпочтение следует отдавать рыбной начинке с добавлением овощей. Так, на Руси в качестве рыбной начинки использовали речную рыбу в основном, например, щуку. Щука является диетическим продуктом, на 100 грамм она содержит 25 грамм белка и всего лишь 1 грамм жира. Хорошим дополнением к рыбному фаршу будет являться фарш из сваренных куриных яиц, который будет отличным источником белка. Помимо этого он содержит большое количество минералов, таких как фосфор, калий, кальций, магний, селен. Также в дополнение к такой начинке хорошо подойдет тушеная или свежая капуста, которая будет являться отличным источником растительной клетчатки. При всем при этом увлекаться кулебякой не стоит, так как это высококалорийное блюдо. Одна кулебяка содержит примерно 1940 килокалорий. Однако кулебяка будет являться отличным дополнением к праздничному столу. Соус. Это соус из оленей хребрышек. Рыба очень любит мясо. Чуть украсим петрушкой и сверху чуть-чуть перчиком. Кулебяка готова. Приятного аппетита!